В эфире «Утро Карачаева Черкесия» на телеканале «Россия». Всем доброе утро! На базе горно-спортивного клуба «Архыс» в Качагу имени Умара Алиева начал функционировать скалодром. Данный спортивный снаряд позволит каждому желающему получить навыки по скалолазанию и подготовиться к соревнованиям. В зимний период особенно важно пройти хорошую подготовку, чтобы можно было с легкостью преодолеть горный рельеф. Подробнее расскажет Алихан Лепшоков. Для многих студентов и преподавателей Качагу открытие скалодрома стало особенным событием. Теперь повысить навыки по скалолазанию можно и в зимний период. Для тех, кто увлекается альпинизмом, стена скалолазания дает уникальную возможность для тренировок и подготовки, а также обменом опыта и знаниями с другими любителями этого спорта. Самое главное это воспитать в себе умение, преодолевать свои страхи и все получится, отмечает руководитель горно-спортивного клуба Архыз, спасатель третьего класса Артур Кипкеев. Во-первых, скалодром дает возможность тренироваться и зимой. Конечно же, летом, если мы тренируемся на естественных скалах, то у нас не было возможности тренироваться на естественных скалах зимой. Благодаря руководству ВУЗа у нас появилась возможность сейчас заниматься скалолазанием на искусственном рельефе, то есть на скалодроме. С недавних пор скалолазание является на искусственном рельефе. Включили в олимпийский вид спорта. И мы надеемся, что в ближайшем будущем у нас будет своя сборная. Для всех собравшихся был организован мастер-класс от организатора учебно-тренировочных сборов судей по альпинизму Темирлана Чучаева. Он подчеркнул важность проверки всего снаряжения при подъеме и объяснил, как необходимо правильно подниматься по скалодрому. Этот вид спорта воспитывает в нас характер, и что самое главное, он хорошо подходит как для мужчин, так и для женщин, отмечают студенты. Это повышение всех физических качеств, это также и баланс, потому что надо понимать свое тело, когда лезешь именно по такому скалодрому и по самой скале. Мы еще занимаемся, кроме скалодрома, еще сборы делаем на восхождение, значок альпиниста России, я одни такие прошел. На скалодроме тренируются также представители преподавательского состава КЧГУ. Этот вид спорта отлично подходит и для нас, так как нам особенно необходимо сохранять здоровье и проводить свой досуг с пользой, уверяют преподаватели вуза. Я как преподаватель должна подавать пример студентам, тем более работая на факультете физической культуры, но и не только студентам, но и людям среднего возраста, так скажем, 40+. Поэтому я имею в виду, что все имеют возможность выходить и заниматься, независимо от первоначальной физической подготовки. Теперь с появлением скалодрома у любителей альпинизма появится отличная возможность для проведения соревнований и тренировок, что позволит раздевать новые таланты и воспитывать будущих чемпионов по скалолазанию. Алихан Ипшоков, Миха Каракелян, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевск. Новый информационный день продолжает свое вещание на телеканале «Россия». Ровно в 9 смотрите Вести на карачаевском языке, затем также программы карачаевской редакции. В 14.30 Вести Карачаева, Черкесия с Аллой Динаевой. Всем хорошего дня и встретимся завтра.